В Самаре в связи с ремонтом подземного газопровода ограничат движение транспорта на пересечении улиц Вилоновской и Буянова. Проезд на этом участке будет закрыт с 3 по 30 июня. Автобусы номер 50 будут следовать по скорректированной схеме. Самарца признали виновным в грабеже пенсионера. Прошлым летом ранее неоднократно судимого 36-летнего местного жителя задержали за то, что он силой отобрал у пожилого мужчины 500 рублей. Обвиняемому назначили два года колонии строгого режима. Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании Совета по нацпроектам под председательством президента России Владимира Путина. Оно посвящено формированию новых нацпроектов. Президент поставил задачу составить их до конца лета, скоординировать между собой, согласовать между различными ведомствами и уровнями власти, проработать финансовую часть. В Самарской области объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, который по-другому называют режимом черного неба. В это время в приземном слое атмосферы накапливаются вредные вещества. Жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице, проветривать помещение только кондиционерами. Присоединить отпуска к праздничному дню 12 июня планируют 13% россиян, а намерение продлить отдых заявили 14% мужчин и 12% женщин. Россияне в возрасте от 35 до 44 лет желают взять отгул на 12 июня чаще, чем более молодые и старшие коллеги. Россияне смогут внести в железнодорожные билеты имя перевозимого питомца. Такую опцию перевозчик добавил в мобильное приложение для пассажиров. Кроме клички, владелец животного сможет указать также породу и внешние особенности. Эксперты предупреждают об опасности кормления домашних животных шашлыком. Питание должно быть сбалансированным. Животные, которые постоянно получают кусочки со стола своих хозяев, часто страдают ожирением, а шашлык опасен для питомцев еще и из-за маринада. Субтитры создавал DimaTorzok